Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентр Сангейтс. Начинает свою программу сегодня пятница, конец рабочей недели, 16 число сентября в Чикаго 8.30 утра на восточном побережье Нью-Йорк, Вашингтон 9.30, в Калифорнии, Сан-Франциско, Лос-Анджелес это 6.30, ну а в Москве в этот час 16.30 дня. И мы сегодня ведем программу с экстрасенсом, парапсихолог, медиум Елена Порецкая, которая проживает в России. И передача очень интересная тема, очень необычная. Это Вольф Григорьевич Мессинг в свое время. Он был, пожалуй, самым известным экстрасенсом, телепатом. И его очень боялся Гитлер. Причем он настолько его боялся, что он ему предсказал поражение Германии, он ему предсказал даже его гибель. Но он его не казнил, как это было с очень многими людьми, которые пытались это сделать. Так вот, правду матку, так сказать, в глаза. Но он его боялся. И он приказал его не трогать. Но потом, потом, правда, за ним охотились. Но в то время он уже, так сказать, удрал. И побывал, приехал в Советский Союз и попал к Сталину. И вот Сталин его очень любил. И там было много историй. Мы, может быть, о них так по ходу дела будем рассказывать. Но сегодня мы беседуем с Еленой Преской вот по какому поводу. Она сейчас сама расскажет историю, как она не знакома, правда, с Мессингом была, но общается с ним в совсем другом состоянии, которое называется астрал. Как мы понимаем, у нас есть тела тонкие. У нас есть возможность выходить из физического тела. У кого-то есть такая возможность. Кто-то выходит и, так сказать, общается совсем на другом уровне. Елена, здравствуйте. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, Чикаго. Да. Ну, я должен сделать небольшое такое, скажем, объявление о том, что радиостанция Центра Сангейс не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире и не всегда согласна с их мнением. Но, тем не менее, мнение остается мнением, и мы можем его высказывать. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, замечания, вы можете обратиться к нам вот по каким координатам. То есть, это sungatesradio.com, тройное W, sungatesradio.com. Это наш скайп, самая удобная форма общения. Пожалуйста, это skype, sungates108. Кто желает позвонить, телефон 1. Это код страны 847-226-9956. Ну, давайте приступим тогда к нашей программе. Елена, вам слово. Как вы виртуально познакомились с Вольф Григорьевичем Мессингом? Пожалуйста. Ну, я скажу так, что сначала вообще как бы о теме Вольф Мессинг я знала так же, как и все. Но в свое время, когда я только начала заниматься в своем направлении, гадать, предсказывать, так как, в принципе, я изучала наследие Нострадамуса, и начинала я в 89-м, 90-м году именно с его предсказаний, методом погружения. Я вот исследовала те или иные предсказания господина Нострадамуса. И как таковой Вольф Мессинг, это уже более позже пришло, то есть, опять же, не очень значимо. То есть, для меня это было просто как сквозь информация. Но в свое время приехал дедушка, он одно время с нами не общался, и мы потом стали с ним общаться. Мой дед, да? Да, мой дедушка, он 26-го года рождения. Он приехал к нам в Электросталь, ко мне с детьми. И, соответственно, он вообще старый коммунист такой, он верит очень в государство, верил. Он абсолютно отрицает вот все эти метафизические дела, и в какой-то момент времени мы с ним общались на эту тему. Ну, он из той породы старой закалки людей, которые всегда говорят, шел бы ты на завод работать. То есть, вот он такого плана. Правильно. То есть, это все то, чем мы тут занимаемся, это все ерунда. И вот люди должны войти куда-то там в производство или в какой-то проектный институт, отсидеть с 8 до 5, и все. Да, вот это он, да. Вот он и маму в свое время тоже пытался везде устраивать на завод, так как он имел связи определенные. Сам он работал, он радиоинженер, он работал с телевидением. Во время войны он был разведчиком, полковым разведчиком, и опять же, радиоинженером. Тонкости военной службы я не знаю, потому что ничего не сохранилось толком, и с бабушкой они разошлись. И, по сути, все это в обрывочном варианте, я могу сказать что-то о нем. Пошел он на войну в 17 лет, прибавил себе 2 года, соответственно, 4 года, но прибавил себе 2 года и стал 26. Ну и он познакомился с Мессингом, правильно? И в таком ключе с ним разговаривал мое, он мне сказал, он все долго не знает, откуда у тебя этот дар. Я говорю, какой дар? Ну вот то, что ты предсказываешь, экстрасенсорный. И он, я говорю, откуда? И он рассказал, говорит, в 52-м году он общался с Мессингом, познакомился он с ним на Петровке 38. Их пригласили на экспертизу Мессинга, Вольфа Григорьевича, моего деда, его звали, кстати, Григорий Бредко, и он работал на телевизионном каком-то там производстве, ну, телевизор делал. Вот, и пригласили его там по моменту какого-то убийства кого-то, и человек сказал, что это якобы телевизором кого-то он, ну, телевизор упал на самом деле, там было реальное убийство. И, в общем, их вот всех пригласили в эту вещь, и одного как одного эксперта-экстрасенса, да, дедушку как телевизионщика. Вот, и там он познакомился, он его пригласил в свое заведение, где вот он заработал тогда, это и телевизионное производство было, а в свое время корпоративы были тоже советские, да, ну, с сегодняшним языком назовем, на новогоднее вот эту встречу Нового года. И Вольф Мессинг пришел, но Вольф Григорьевич, он, во-первых, он все-таки по-русски плохо очень говорил, да, и дедушка рассказывает, что он его, так как он всегда приходил куда-то, он, если никого не знал, он всегда держался того человека, который его пригласил. Ну, и он пригласил дедушку моего на сцену, дал ему лимон, как всегда он на представлении вот эти все дела с спрятанием вещей, и сказал, иди, мол, спрячь, вот, ну, тот пошел спрятал у кого-то там лимон в кармане, вот, и потом пошел на сцену. Вольф Григорьевич взял его за руку, и вот тут вот мне дедушка и говорит, я говорю, а что ты почувствовал, когда он тебя взял за руку? Существует переход энергии экстрасенса, если есть тактильный контакт. Он мне сказал, говорит, у меня было ощущение, что меня перетрясло как электрическим током, настолько у него горячая, сильная была рука, и он потом повел его к этому дядьке, в чей карман он засунул в пиджак лимон, и достал этот лимон. Ну, и потом мне дедушка рассказывал, что они периодически с ним общались, ну, как общались, он же со всеми общался, какие-то, может, чайпития были, куда-то приглашал, вот, соответственно, вот мне было сказано это, и я тоже анализировала, откуда у меня дар, у меня нету таких прям вот, ну, прадед был мельником, но не сказать, что колдуном, да, там, я более глубоко не знаю, кто был кем в моем роду, и все-таки как-то это пришло, да, вот, и соответственно, у мамы мои способности тоже, хотя в 52-м году ей было 3 года, она 49-го года, вот, вот, но я допускаю, что они общались, и когда он маму мою брал с собой туда, вот, где-то, где вот они там пересекались на каких-то встречах, вот, то есть здесь существует логика перехода энергии, то есть это, если помните, когда колдун умирает, он пока не умрет, пока не передаст знания, вот, здесь существует переход энергии, когда просто даже экстрасенс работает с клиентом, или просто экстрасенс общается, то идет наделение энергии экстрасенса, парапсихолога или гипнотизера, того, с кем он общается, то есть человек получает толику знаний в том объеме, в котором у него был внутренний вопрос к этому человеку, вот, и в какой-то мере, вот, я родилась в 70-м году, я думаю, что во мне как раз вот это все было, вот этот, ну, все-таки способность к гипнозу, да, какие-то влияния в трудные моменты, действительно во мне просыпался момент, как вот Вольф Мессинг описывает в поезде, если помнишь, да, где он кондуктора загипнотизировал, и даже было случилось, где он его столкнул. Да, дал ему бумажку вместо того билета, хотя... И случай, но когда его стал он догонять, потом он его столкнул, хотя он этого не хотел. На самом деле, вот, у меня потом произошла переоценка очень сильно моих способностей после этого разговора, и я просто стала думать, вот, в тот момент как раз у меня и произошла стыковка с душой Вольфа Григорьевича, именно через дедушку, потому что на самом деле, когда Вольф Григорьевич умер, он не смог передать тот объем знаний, который он приобрел за жизнь, вот этих эзотерических ощущений, знаний, он все время хотел, чтобы его изучали. То, чего в Америке открыто изучают институты и закрыто, у нас в Советском Союзе это все было в закрытых лабораториях, и выхода этому не давали, то есть это использовали на уровне КГБ, да, но это не использовали в какой-то другой степени. Да, Лен, ну, насколько я знаю, да и сегодня, в общем-то, положение к лучшему не намного изменилось, я знаю, что есть, да и не только, кстати, в Советском Союзе, не только сегодня в России, а есть это и по всему миру, есть вещи, которые почему-то закрыты для нас, ну, почему, так скажем, понятно, не всем, правда, вот, есть вещи закрытые, их не надо разглашать, иначе тогда будет, скажем, революция. А революция никому не нужна, поскольку должно быть все четко, стабильно, и вот кто-то где-то как-то вот этим всеми вопросами управляет. Расскажи, пожалуйста, как все-таки произошел контакт, поскольку ты не знала Мессинга, я, кстати, присутствовал на его представлении, я еще застал его, вот, это было в Минске, в Доме офицеров, и я помню очень хорошо, как это все происходило, я помню его, я помню психологические опыты это называлось, и он их ставил, эти опыты, и я присутствовал. Это было действительно очень интересно, ну, попасть к нему в виде испытуемого мне не удалось, но, тем не менее, я был свидетелем, это было действительно очень интересно. Каким образом произошел контакт, вот, твой в астральном плане, я полагаю, ну, с дедушкой понятно, то есть он был, как-то сказать, инициатором твоего знакомства виртуального. Да, контакт был через дедушку, потому что, почему вот я хотела договорить, что умершие, вот, люди, кто обладает, обладал там определенными знаниями, и кто их не отдал по поколению, да, допустим, не успел передать кому-то, эти люди обычно начинают ходить долгое время, а так как Вольф Мессинг был публичный человек, достаточно известный, его многие знали, он, в принципе, до сих пор еще ходит, причем, просто сейчас он с каждым человеком, кто его знал раньше в реале, он более прозрачный. Мой дедушка умер в 11-м году, 23 ноября, и когда я ехала, узнав эту новость туда, в Москву, то я видела, что он подошел к нему, и когда тот, ну, как бы умер уже, лежал умерший, и душа его еще не осознавала, что он умер, мой дедушка, то Вольф Григорьевич дал ему руку и говорит, вставай, говорит, пошли. И они пошли по тем местам, где, ну, дед воевал там, где-то жил когда-то в детстве, то есть пошел по тем прошлым моментам его водить. То есть он в какой-то мере проводник немножко для многих людей сейчас, и, соответственно, его идея была передать знания какие-то, он обычно по таким людям и ходит. Опять же, так как он некорыстный человек был в своем деле, он прежде всего идейный, он обычно ходит именно по идейным людям, кто, допустим, может как-то продвинуть идею. Идет обмен опытом. У меня это произошло после рассказа дедушки, это было где-то 2005 год, 2004-2005 год. Я стала активно в эту тему погружаться, исследовать все, что я могу узнать про Вольфа Григорьевича. Как раз вот какие-то фильмы, передачи про него пошли вдруг. То есть обычно тут же начинает душа напоминать о себе тем, кто возникает, там, ты можешь пойти купить книгу про него, допустим, да. Тебя потянуло просто в эту тему. У меня был такой контакт, то есть у меня было ощущение этого человека рядом, просто реально, вот он был более плотный, чем даже сейчас. Вот когда мой дедушка ушел, я вдруг его стала меньше чувствовать. Я даже думаю, что переходом в общение был мой дедушка, вот где-то так это. Переход знаний обычно идет при контакте, то есть с астральной сущностью. Это бывает либо ментальное общение, ментальное, когда ты видишь человека в комнате, да, ну, не предметным взором, а астральным. Это идет на уровне ментального проговора, то есть это не вслух. Ты сидишь там и разговариваешь с умершим человеком. Нет, не всегда вслух. Вот, и просто у меня был контакт такого плана, я выходила на него, я задавала вопросы, как лучше, потому что я достаточно миротворец тоже, и в какой-то степени меня эта тема интересует с научной точки зрения тоже. Вот, и мы как бы вот именно шло какое-то обсуждение или обмен опытом, то есть я ему давала свои умения, то, что я умею, да, вот как я это вижу, как я умею снимать негатив. Он мне давал то, как он это умеет. Вот, но, допустим, я пробовала входить в состояние, как он это делал, очень трудно снимать или менять события, когда ты их так увидел. Поэтому я сейчас просто пытаюсь совмещать те умения, которые вот он мне дал, да, и дает, потому что периодически я все время к нему мыслями возвращаюсь, то есть я постоянно как бы контактирую, как бы даже спрашиваю иногда совета, вот, что вот сейчас Джуна, да, периодически, я ощущаю ее, да, и мне многие даже клиенты, кто видит, говорили, что она периодически вот тоже появляется. Не только у меня, она может появляться у всех, кто работает в таком ключе, потому что обычно они ходят по коллегам, это 100%. То есть идет эффект передачи знаний. Ну, это интересно. Ну, вот хорошо, скажем, давай расскажи, в чем заключался контакт и о чем шла речь. У тебя же их было не один контакт с ним, да? Нет, не один, когда я в какой-то трудной ситуации, когда я, допустим, пишу какие-то предсказания, я сосредотачиваюсь на нем, и у меня идет, может быть, какая-то помощь в более верной фразе, в более верном слове. Бывает так, что я, допустим, ну, как вот, знаешь, вот когда с человеком люди общаются, вот когда ты можешь периодически свое что-то говорить, и душа этого человека может тебе как бы отвечать. Ну, тоже на астральном уровне это все непредметно, естественно. Но потом приходит ответ, то есть ответ может приходить по-разному. Если это касается моего развития, то у меня идет новая наработка какая-то. Вот. Ну, и какие-то его возможности, какие-то его желания, что вот он хотел бы, допустим, я тоже стараюсь погасить. То есть, ну, идет контакт астральный, ментальный, то есть не вслух, я не вслух сижу разговариваю, понятно, да? Вот. То есть, идет обмен информацией, что-то он мне дает, что-то я... Ну, я даю именно из своего опыта, свое видение, потому что я все-таки занималась в эзотерической школе, у меня немножко другой уклад. Вот. А он мне дает именно тот интуитивный опыт, который он наработал. Но он, кстати, тоже очень грамотно занимался, он у Эйнштейна занимался, у Фрейда, соответственно, он и как парапсихолог тоже очень достаточно сильный и гипнотизер. Вот. На самом деле, кстати, действительно его боялись, и его энергия, его энергия, ну, в принципе, он мог бы менять события, мог бы, я так допускаю, но он настолько сильно входил в состояние видения своих предсказаний, что он уже в них абсолютно верил, просто потому что это вот у него так работало. Понимаешь? Вот у кого-то это работает. Если, да, если отвлечься, допустим, от Мессинга, ну, по ассоциации всё-таки с ним, ну, вот, допустим, ты говоришь, он мог менять какие-то события, ну, вот то, что он находился, и, скажем, намерений у него не было менять события, да, я так полагаю? Дело в том, что когда такой сильный специалист, как Мессинг, дело в том, что предсказание как делается, ты как бы видишь какой-то сюжет в своём сознании, и ты его потом забываешь, сюжет потом сбывается, и чем больше таких сюжетов сбывается у человека, даже если они фатальные, человек начинает нарабатывать веру в своё вот это видение, и как бы он считает информацию из будущего, и бывают люди, вот, Вольф Григорьевич, он не менял события, он, единственное, что он воздействовал предметно, он как гипнотизёр мог даже, в принципе, убить человека, он мог воздействовать на таком уровне, но у него была мораль, да, не убей вот это, но у него именно было видение картиночное, он погружался в события, он это всё видел, вот, как и Настердамус, кстати, именно в картинках, только Настердамус, допустим, для этого принимал какие-то средства психотропные, и ночами сидел в башне, да, считывая информацию, а Вольф Григорьевич, он мог входить без всяких средств, абсолютно, у него очень сильное сознание, и при этом абсолютно честный человек, то есть потрясающе честный человек, да, вот у меня ощущение всё время от него такое чистое, вот, он именно видел фатально, вот он увидел, и, понимаешь, уже потом, когда у тебя много таких сбывшихся предсказаний, очень трудно пойти по новой струне развития, назовём это так, чтобы вдруг поменять себя и менять что-то, потому что от него ждали именно вот таких предсказаний, понимаешь, ты, от него ждали предсказаний, которые вдруг сбудутся, у него так сложилось, понимаешь, что он, от этого зависела всегда его жизнь, от вот этих точечных предсказаний, и он уже не мог себя поменять, и у него это работало, он именно так видел, и поэтому, когда он увидел смерть своей жены, он не смог изменить, когда ему врач сказал, что от этих операций не умирает, он сказал, что ты говоришь, я Вольф Мессинг, то есть вот эта позиция, вот эта опорная точка, что он Вольф Мессинг, она же его и подвела под конец жизни, по сути, изменить ситуацию можно было даже с коленями, с операцией, вот то, что у него произошло, по сути, да, там, и то, что колени были, он мог даже себя лечить, он же лечил кучу народа, но вот именно на себя у него вот не получалось, понимаешь, то есть вот я, когда с ним контактировала, я старалась ему дать вот это умение, потому что обычно такой силы экстрасенс потом идёт на перерождение уже с теми умениями и знаниями, которые он получил от других людей при астральном общении. Лена, вот у меня такой вопрос. Дело в том, что не всегда души, которые, людей, которые ушли в другой мир, они не всегда получают физическое тело, это мы знаем. И существует даже какая-то некая статистика, я читал, на каждого человека приходится определённое количество, причём достаточно большое количество, вот тех духов или душ, которые не имеют сегодня физического тела, когда ты говоришь, ты общалась с Мессингом и даже давала, пыталась дать ему какие-то вот понимания того, что ему надо было бы делать в следующей, скажем, жизни, ты что, имеешь в виду, не было перерождения? Душа его осталась и не получила до сих пор физического тела? Нет, вот Ванга, да, она перерождена, а Вольф Григорьевич нет ещё. Нет? А с чем это связано? Ведь... Большой объём знаний и большой объём людей, которые его знал, ещё живые эти люди, то есть они его ещё помнят на подсознательном даже уровне, и... Они его не отпускают, ты хочешь сказать? Он сам не отпускает ещё свою прошлую реинкарнацию. Чем больше человек наработал опыта в земном воплощении, в каком-то направлении, тем больше он будет опыта, знаний и известности, тем больше этот человек будет ходить по людям, потом умерев уже, да, и астрально посещая тех людей, кто его знал при жизни, и будет происходить обмен, то есть обмен, человек будет отдавать те знания, которые он не отдал, не передал по роду, вот как с Вольфом Мессингом произошло, а он будет получать обмен от них другое что-то, и не обязательно в следующей жизни он может родиться, он может так и остаться, потому что он достаточно осознанный человек, он может там астрально отработать какое-то своё следующее воплощение, может быть, ему и не надо рождаться, но может быть, он родится, то есть это уже задача его души, просто тут не идёт то, что я ему говорю, вот вам то, что в следующей реинкарнации вам понадобится, нет, просто я давала обмен, с умершим человеком происходит обмен знаниями, обмен информацией, то есть я ему даю то, что я знаю, он мне давал то, что он знает, и происходит некий обмен, это энергетически, как вот клиент-гадалка, мы же обмениваемся финансовой, я даю помощь какую-то человеку оказываю, человек оплачивает мои услуги, там другой энергообмен, там идёт обмен энергиями, и там получается, когда ты общаешься с такими людьми умершими, есть такой значимости, как Вольф Григорьевич, то там идёт обмен именно знаниями, прежде всего, пригодятся они ему или нет, может быть, он, общаясь со мной, понимал что-то, насколько я поняла тогда, он понимает именно то, что он не доработал в своём воплощении в качестве Вольфа Григорьевича, известного гипнотизёра, может быть, он сейчас нарабатывает что-то новое, имея мой опыт, ещё чей-то опыт, он же не только ко мне приходит, понимаешь? Хорошо. Ты сказала о том, что вот Ванга переродилась. Ну, об этом ходят какие-то разговоры, и где-то там появляется в печати о том, что вот девочка появилась там, это Ванга новая. Каким образом это можно, и можно ли вообще это определить? И ты говоришь, она переродилась, это означает, ты знаешь, что она переродилась? Ты так думаешь, или ты уже видишь её в теле другого человека? Я точно знаю, что она переродилась, И я точно знаю, куда она переродилась Она не во Франции, она живет в России Но говорить, кто это конкретно Я не буду, я знаю этого человека Потому что на данном этапе развития Этот человек не видит себя экстрасенсом Вот Но Немножко идут проблемки Того качества, что было в прошлой реинкарнации Как бы Они Как бы все равно Отголоском на этого человека легли То есть, хотя зрение Прошлой жизни, вот эти вот у человека есть Вот, я знаю, кто этот человек Ну, не хочу озвучивать имя И когда мне говорят, что она где-то Родилась во Франции Да, это просто фантом Потом, понимаешь, это недоказуемо будут высмеивать Я не хочу это озвучивать Кто это конкретно, но я просто знаю этого человека Вот Просто по аналогии Ты не забывай, Ванга общалась с большим количеством Людей и свой дар Она могла энергетически передать В момент общения любому ребенку даже Ты не забывай одну вещь Что предсказатели, которые предсказывают рождение детей Мы наделяем тех детей своими способностями Вот сколько детей я предсказывала, рожденных Люди, дети рисуют Я рисую Прости, пожалуйста, как понять Ты предсказывала рождение детей О том, что у пары родится ребенок Это имею в виду? Или какими качествами он будет обладать? Нет, я имею в виду предсказания Именно когда люди приходят Вот там, допустим, я говорю Вот у вас будет рождение ребенка Допустим Там мальчик или девочки Я даже иногда говорю, какой он будет Но фишка в том, что потом эти дети рождаются И я узнаю, что один ребенок В одном там что-то вот мое я чувствую Другой рисует Ну, какой-то вот творческий потенциал То есть То есть ты передаешь ему свои какие-то качества? Каждый экстрасенс передает предсказанному ребенку Вот каждый предсказатель по сути Часть себя все равно То есть мы как бы Понимаешь, вот если я предсказываю Огромному количеству людей И работаю с ними То я автоматически часть себя В каждого человека вкладываю Значит у людей А я как учитель работаю После меня люди начинают даже истновидеть То есть получается, что я в людей вкладываю Практически какие-то знания Даже сама-то у них Даже просто через разговор И у людей начинают открываться Те способности, которые были заблокированы Потому что я заточена на снятие негатива У меня это просто постоянно И также другие специалисты Я понял Теперь я обращаюсь к нашим радиослушателям Вот я общаюсь с Леной сейчас в эфире Ну, я общаюсь с Леной и без эфира, допустим Ну, качества Они же не сразу Они не мгновенно появляются Поэтому, если вы хотите, дорогие друзья О том, чтобы у вас появились какие-то качества И какие-то вопросы, которые нерешенные до сих пор У вас возникают То вы можете обратиться В данном случае Вот к нам С центра Сан-Гейтс Мы вас перенаправим к Лене Ну, можете, если хотите, напрямую Так скажем, обратиться Пожалуйста, нет проблем Главное, что наше намерение общения Ну, приобретать какие-то способности Да, может быть и хорошо, и здорово, и замечательно Только вопрос, для чего мы их приобретаем Потому что не всегда наши способности И наши возможности направлены на благо Намерение центра Сан-Гейтс Радиоцентра Сан-Гейтс Просто дать людям информацию Которую можно потом использовать Для их же блага Вот таковы наши намерения Лен, вот когда ты общаешься Все-таки перейдем к мейсингу Когда ты общаешься с мейсингом И, ну, сейчас все реже и реже Ты говоришь Он стал прозрачный Имеется в виду Что тот фонтон, с которым ты общаешься Да, есть плотность какая-то Я, ну, так примерно представляю О чем ты говоришь Но, тем не менее Вот те разы, когда ты с ним общалась Так сказать, плотно О чем шла речь все-таки Если это можно озвучить И это же обоюдное было все-таки общение Правильно? Значит, он тебе что-то говорил Ты ему что-то говорила С его стороны шли вопросы Которые его мучили Почему у него был такой дар Что он Почему у него так сложилась жизнь То есть, по сути, как бы Наверное, я с ним общалась Как про психолог с клиентом Потому что я погашала его Какие-то вопросы Опять же, это не было так Что я сидела за столом Как с другими людьми И разговаривала Да, это было на уровне ментальности То есть, шло ощущение Шел вопрос И я мысленно отвечала Ну, как я всегда и делаю То есть, я по ходу своей жизни Все время пересекаясь с кем-либо Ну, кто на астральном уровне Бывает умершие Да, вот так подходит Я постоянно контактирую Дело в том, что это не всегда Бывает на сознательном уровне Это идет уже объект Общение на подсознательном уровне То есть, я могу просто сидеть Фильм смотреть А мое подсознание Работает в этом ключе С этим человеком То есть, у меня Это бывает даже сквозь сон Когда я сплю Допустим Мне люди говорят Что иногда Вот я снюсь И что-то говорю Или о чем-то предупреждаю Понимаешь Здесь тот же самый контакт То есть, в основе своего Беспокоило его воплощение То его ошибки какие-то Правильно ли он что-то делал Или нет И вот я разговаривала с ним Я ему Со своей стороны Я просто говорила То, о чем я знала Или чувствовала Что в какой-то степени Можно было и так Можно было остаться Но просто он без жены Не мог дальше жить Как бы, да Ну, я не буду сейчас говорить Версию, которую я чувствую Да Что наше КГБ использует людей А потом их убирает Я не хочу дальше Это продолжать Тем более, что у нас уже Давным-давно у вас Точнее, у вас Давным-давно нет Такой структуры Которая называется Да Но мы сейчас Об этом не стоит говорить Действительно Да, но вот я как раз Тайна, пускай останется тайной А вот я как раз Озвучила ему эти темы Которые вот его беспокоили Почему ему не дали дальше Раскрыть вот это Свой потенциал Через институт Хорошо Скажи, пожалуйста Вот такой человек Как Мессинг Тем более авторитарный Достаточно Если он даже говорил Я же Вольф Мессинг Ну, это присуще Очень многим людям Которые действительно Имеют способности И это только индийские йоги Которые там живут Где-то там в Гималаях По 500, по 1000 лет Им нету никаких намерений Себя показывать Какие они крутые Так скажем, да И как они все много знают Они живут и живут себе А наши люди Я имею ввиду В западном мире Как правило Они имеют свое мнение Здорово, замечательно И другого мнения Это бывает Они не принимают Так вот Вольф Мессинг Который как бы знал все И всем советовал И всем Так сказать Предсказывал Тем не менее Он задает себе вопрос Означает ли это Что будучи в физическом теле У него исчезли То есть по сравнению С вот этим астральным телом У него были А сейчас они исчезли Вот эти вот Его Скажем Авторитарные Такие черты характера Где он не признавал Другого мнения А сегодня Он готов Прислушиваться К мнению Ну скажем Других душ Когда люди Даже авторитарные Умирают У них происходит Переоценка Того Какими они были В жизни И такие люди Обычно Наоборот Бывают склонны К выслушиванию Кого-либо Потом Вольф Мессинг Он не был В душе Авторитарным В душе Он был Очень ранимым Человеком И В какой-то степени Вот эта Авторитарность Это было его прикрытие Как бы Чтобы на душ Не лезли Да Он закрывал Поэтому Я общалась с ним Именно не через Его авторитарность Сценическую Которую он создал А через его Вот эту мягкость Которая в нем была С детства Тот самый маленький мальчик Который Страдал лунатизмом То есть я Наверное Общалась с ним Как бы С его проблемами Понимаешь Когда экстрасенсы И парапсихологи Работают с людьми Мы иногда Видим чужие проблемы И знаем Как их решить Но Когда сильный поток людей Особенно Как у него было Возможность Восстановиться И понять Что тебе нужно А что нет Нету Практически И В таком режиме Когда люди проживают Они по сути Своей жизни И своего развития Не замечают И вот у него Это и произошло Потому что Не всегда Люди Сильные для кого-то Могут оказаться Сильными для себя Это Всем известно И у меня Был с ним Именно контакт Как С человеком Который пытался Прежде всего Разобраться В себе В себе Том Которым он был При жизни То есть Почему у него Все так сложилось Ну вот Как люди приходят Вот сегодня Клиентка была У меня Она спросила Почему вот Она так живет Она вот Не понимает То есть Это вопрос Скажем В чем Смысл жизни Да А вот У него Это Прозвучало Получается После Ухода Из жизни Предметной И на стыке Того Что именно Он Ну Нашел Человека Я думаю Может он еще Кому-то Так же Обращался Нашел Человека Который Ему на эти Вопросы Ответил Потому что Если взять Аналогию С душой Лонга То Лонга Ко мне Приходил С беспокойством О своей дочери И внучке И С беспокойством О своих друзьях Каких-то Я сейчас тоже Имена не буду назначать Да Вот Говорить И там Не было личностной Какой-то завязки Человек ко мне Душа его пришла Было ощущение Его в комнате Реально Причем Вплоть до того Что я Видела Ощущала Что человек Сел на диван Представляешь Да Такая плотность Вот И Все Было его ощущение Я его при жизни Прямо тебе скажу Лонга тоже Не знала Я Потом мне стали Попадаться книги Дневники Вот его Вот этой секретарше Я спонтанно Не была Лично с ним знакома Нет Лонга Мы параллельно выступали Мы с мужем ездили А он параллельно В тех же городах Работал Вот так Ну я тогда Отдельно не выступала Не работала Поэтому Работал мой бывший муж На сегодняшний день И соответственно Просто параллельно Работали в городах Вот Просто он брал Большие деньги А мы брали небольшие Вот и все Лен Ну тут Извиняю Прерыву тебя Тут вообще-то говоря С моей точки зрения Всплеск Вот Экстрасенсорики Скажем Знания этих И людей Которые этим занимаются Экстрасенсов Появился Относительно недавно Я так сказать Застал это Мне кажется Даже Если я все-таки Был у Мессинга Но таких людей Как Мессинг Было очень и очень мало Это было вообще-то Говоря непонятно Не принято Потом появились Люди И вот Эра Скажем Чумака Кашпировского Забоешь Нину Кулаги Великий колдун России Там был такой еще Я помню Был у него Тараса По-моему Приезжал В Минск Я тогда проживал В Минске еще А потом Потом все это дело Как-то Завеса спала Наверное Да Вот когда Советский Союз Разрушился Там вот На стыке 91-92 года И началось Вот этот Всплеск Экстрасенсов Медиумов Там Парапсихологов Экстрасенсов Начался На самом деле Именно Изначально Все пошло От выступления Вольфа Григорьевича То есть Те люди Кто у него Были на сеансах Те Кто потом Рожал детей Соответственно Как раз Им переход Энергия Вольфа Мессинга Представляешь Он мог Прокачивать Залы Своей энергии Это Людей было Много Представь Это Сколько людей В поколениях Взяли его дар Себе Вот Потом еще Тут Ты забываешь Нину Кулагину Да Кстати у меня был Контакт Что-то И я спонтанно Нахожу Фильм Также было Что-то Сейчас уже Не вспомнить Это было Как раз Может быть Недавно Я так Выходила На контакт Именно с Ниной Кулагиной Меня интересовало Ее наработки Она там Что-то двигала Лечила Вот И я просто Тоже Ей как бы Мы обменялись У нее был вопрос Почему вот У нее так все Сложилось То есть У нее Ну не очень хорошо У нее была известность А потом Вдруг у нее Все пошло не так И вот Она же больная Была ко всем прочим Да Но я ей объяснила Она была серьезно больная Да Я объяснила ей Что за счет того Что она не имела Изотерических знаний А имела просто дар Она Его расходуя Она начала просто Брать чужую энергию Она не умела С этой энергией работать Она просто Показывала чудеса Какие-то Да Но при этом Она не умела Быть защищенной У нее не было Защиты от чужой энергии Которую она брала С людей Снимая что-то Убирая И в итоге Она просто стала Губкой такой Которая впитала Себя Чужеродную энергию Чужих кармических Взаимосвязей И с этим Ушла То есть У меня тоже был Такой вот контакт Интересный В какой-то степени Вот понимаешь Разница контакта С Вольфом Мессингом И с той же Ниной Кулагиной Я тебе скажу В чем дело Тут просто идет контакт Вот человек Как бы зашел Как будто бы Как в офис Знаешь Вот это Залетело Вот фантомность Ее Вот ощущение От нее пошло И я вдруг Мысленно Ей отвечаю И все Я посмотрела Этот фильм Потом я эту тему Забыла Я ушла В другую Совсем Вот с Вольфом Григорьевичем Такого не было Там был Постоянный Длительный Какой-то контакт И периодически Даже сейчас С учетом Ситуации в мире Я возвращаюсь Сейчас к нему Опять У меня Вот есть фотографии В офисе Сейчас вот Меня все время Возвращает На желание Нарисовать его Портрет Единственное Я не знаю В каком возрастной Гамме Это сделать И как он хочет Я постоянно чувствую Что от него Это исходит Да вот Как в частности Было кстати И от Юры Лонга Вот Но в данном случае Юру Лонгу Я вот не стала рисовать А вот Вольф Григорьевич У меня Вот ассоциация идет Вот с его желанием Как бы Как вот Какой-то портрет Вот Ну к сожалению При жизни Я его не знала Я его только могу ощутить Вот Как я его ощущаю И нарисовать Вот как сейчас Понимаешь Только так Ты знаешь Интересная вещь Вот ты Ты сейчас сказала О портрете Который ты хочешь нарисовать Ты хочешь его нарисовать Помня Какой он был Или ты хочешь нарисовать Есть люди Понимаешь Я почему задаю этот вопрос У меня есть два примера Очень интересная Один пример Я беседовал с очень известным человеком Из Санкт-Петербурга Он уже ушел Потом мы на эту тему поговорим Вне эфира Может быть У тебя удастся выйти на контакт Это Я его не знал лично Но мы с ним провели Очень много программ Я говорю о враче И очень известном учителе Игоре Ветрове И у него был свой центр В Санкт-Петербурге Который назывался Тхан в Антаре И там была история Очень интересная Он описывает эту историю Когда у него была пациентка Женщина Она художник была И она пришла Потом как-то к нему И с диагнозом У него был опухоль мозга Злокачественная И ничего нельзя было сделать Даже он ничего не мог сделать Когда он пытался заниматься ей Но у него была мечта Нарисовать Портрет Тхан в Антаре Тхан в Антаре Это аватар Который пришел Скажем на землю Так считается Дать людям Медицинский аспект Айурведы И Не было никаких Ни картин Ничего Были где-то отдельные Там какие-то фрески оставшиеся Какие-то были там Ну Небольшие какие-то скульптуры Но рисовать По ним Было очень трудно Надо было рисовать Скажем так Душу И вот она взялась Рисовать этот портрет И Было уже Болезнь прогрессировала И когда уже На последней так сказать Стадии Она уже не видела ничего И она пригласила Своего друга художника Чтобы закончить портрет То есть он был практически закончен И там глаза Надо было вот это Только дорисовать В общем-то И было бы все То есть практически он был Она сама его Закончила Но она уже не видела И короче говоря Этот ее друг Художник Он дорисовал Донаписал Вот этот портрет Последние штрихи И все И она в общем-то Оставалась у себя в комнате Выходить она уже не могла И она лежала И она видела И она видела только Холст Она видела только Общее очертание Фигуры Лица Но она не видела Деталей И удивительная вещь Вдруг У нее Пошло улучшение Никаких уже лечения Ничего не было Никаких уже То есть ей давали Поскольку боли были Ей давали Какие-то психотропные средства Чтобы облегчить Ее страдания Но вдруг Ни с того ни с сего У нее начало Улучшаться Она стала лучше видеть И вот наступил момент Когда она пришла К доктору Ветрову Опять К Игорю И Он с удивлением Обследовав его Убедился Что опухоль стала Резко уменьшаться То есть она Потом она исчезла Это удивительная вещь И я Ну еще несколько моментов было Поэтому я Так сказать По ассоциации То есть портреты Они могут лечить Потому что там Энергия передается Ты это знаешь Без сомнения лучше Скажи Вот портрет Скажем Ты хотела написать Дорогие друзья Кстати Мы это Качество Или это Способность Елены Порецкой Еще не освещали Мы об этом поговорим То есть Она художник На самом деле Я Видел О том Что И Никаса Сафронова Там портреты какие-то Да У тебя там есть Что-то там Мастерской У меня только Рисунки Это фотографии Мне очень нравится Это серия фотографий Вот И Как бы я давно За его творчеством Слежу Ну да В данном случае Он Друг Лонга Но опять же Эту тему я не хотела Поднимать Мне просто нравится Его творчество И Я поддерживаю Этого человека Принимателем Это благо И Он Мне ощущение Что он очень светлый человек И я на него Немножко равняюсь Наверное Наверное Силу придает В этом мире Что вот есть Такие светлые люди Без сомнения Без сомнения Я к сожалению Вообще Ну только Так скажем Чуть-чуть Совсем знал Когда я проживал Еще в бывшем Советском Союзе Но я тем не менее Продолжаю следить За творчеством И за людьми И это совершенно Действительно Очень интересный человек Так все-таки Вот вопрос такой Когда ты пишешь Портрет Уже ушедшего человека Что ты пишешь Что ты в нем видишь Ты видишь его внешнее сходство Черты характера Или ты видишь Его душу И видишь его качество Внешнее сходство Несомненно пишется Чтобы не писать Потом на портрете Кто это Ну да Вот Но пишется Он В том состоянии В котором он сейчас Вообще Как бы я к этой теме Очень сложно отношусь Я еще Не настолько художник Профессиональный Да я считаю То есть у меня нет Такой практики Сильной Прямо рисовать Живых людей И поэтому Я не рисую сейчас Пока вот эти Потусторонние портреты Потому что Чтобы не перенести Логику Потом на живых людей Вот Я хочу все-таки Первично сейчас Решить вопрос С рисованием Живых людей А потом уже Имея практику На живых людях Да Как бы стабильно Рисую портреты Какие-то Уже хочу Я раньше Кстати Именно портретистом Хотела быть Психологические портреты Мне нравились Вот А сейчас Насчет Вот кстати Картин Которые лечат Скажу тебе Что реально Это присутствует В свое время Я рисовала У меня был скомарок Такой Я вообще рисую Картины Талисманы Но сейчас я Очень часто Пользуюсь Спросом Именно Скрытые Талисманы То есть просто купленная картина Под человека Или под его семью Или серия А куда энергия Да Я вкладываю определенную символику Рисую И это связывает Энергетически Защищает полностью Допустим Если это у человека дом Там Комнат пять Я рисую Допустим Пять картин Определенных Да Допустим Под каждое место И Ну допустим И в офис Да И у человека Уже есть такой блок Системной Определенной Энергетической Защиты То есть Каждое направление У жизни Все-таки защищено Талисманом Но как это работает Интересно Я сама просто убедилась Был у меня Скомарок такой Я потом тебе Фотографию скину Значит Я Его рисовала Еще с десятого Года Вот я Он у меня С десятого С девятого Года Стоял Недорисованный Я постепенно Еще на дому Работала Я его постепенно Стала дорисовывать Когда я переехала В этот офис Уже в двенадцатом Году У меня Он уже был Полузакончен И я его повесила На стену Ну вот Где я раньше Гадала В той части Офиса Но самое интересное Было другое Что в том году У меня появились люди Они у меня Купили этот талисман Я сделала им скидку Даже Потому что мне Были нужны деньги Я не знала Что это талисман Я просто рисовала Вот он у меня висел Как законченный портрет Я задалась целью Продать его Потому что Была необходимость Я его продала И вот у меня возникло ощущение Когда картину увезли У меня вдруг возникло ощущение Пустоты В офисе Вот реально Понимаешь То есть я вдруг Я вдруг поняла Что мне не надо было Отдавать эту картину У меня кстати После этого Начались финансовые проблемы Какие-то Потому что Да эти деньги Меня выручили Но я немножко Лишилась Какой-то поддержки У меня было окно Энергетическая пустота В части офиса Вот Ну сейчас я это изменила Отпустила тот талисман Естественно У людей Тьфу-тьфу Там вроде Он держит ситуацию Очень неплохо И сейчас я просто На это место поставила Эскиз Этюд Назовем это этюдом Рисованы мои дачи Просто как вот Чтобы окно это закрыть И вот И здесь в принципе Вот тоже висят у меня Старые работы Одна работа Две даже работы Одна и вторая Ну то есть я сделала В офисе сейчас Много старых картинок Своих повесила Рисунков Которые в принципе Также работают Как талисманы Но плюс того Скомароха в чём Именно когда я начала Его рисовать Я потом вышла Из квартирного офиса В обычный офис То есть я выросла Да То есть я смогла Уйти от надомной работы Которая в принципе Уже на тот момент Тяжелила меня На более такое вот Официозное состояние Я стала официальной Работать Да Более официально И вот этот портрет Скомарох Вот этот Он у меня Вот я считаю Он вытащил меня У меня вчера была клиентка Которая вспомнила Этого скомароха Я говорю Ну ты знаешь В том году продала Но почему-то ощущение Пустоты потом было Вот пришлось Повесить другие картины А она мне говорит Это говорит Он у тебя Как талисман был Он у тебя сюда Говорит И вытащил этот офис Вот эффект такой Действительно Парадоксальный Сама того не знаю Я вот сделала Такую работу Сейчас я просто В каждую свою работу Я вкладываю Даже это просто Яблоко нарисованное Я все равно Вкладываю в нее Сакральный смысл Защиты Защиты Целительной Какой-то силы И любой уже Эскиз Может работать То есть я Себя сейчас Защищаю Немножко От эффекта пустоты После отдачи От талисманов Понимаешь Я понимаю Лен Тогда вопрос По ходу дела Скажем Ну вот Бизнесы какие-то И есть офисы И офисы Не рабочие В них нету энергии В них нету людей Бизнес как-то идет Ну и понятно Любой бизнесмен Хочет Чтобы бизнес был успешным А есть ли такая возможность С помощью Вот таких картин Талисманов Или Не только картин Скажем Этот бизнес Поднять На тот Уровень На который Хотелось бы Любому бизнесмену Его видеть Ну Вообще Возможно То есть Но тут должно быть Взаимодействие Картины И символов На ней нарисованных С человеком Который будет Это делать То есть В какой-то степени Потому что Опять же Ну я сейчас Очень Ну не все берут Вот знаешь Вот это Системные талисманы То есть Несколько картин Для каждой комнаты Или для офиса Ну там Чтобы серия была Да какая-то Очень многие Просто берут Одну картину Покупают Потому что Все-таки Это дорого И получается Я всегда говорю Вешайте На то место Где у вас Сейчас чувствуется Слабина Допустим Проблема Какая-то Что вам надо Больше всего Защитить Или В чем вам надо Поддержка Потому что Талисман Он отдает Как бы Энергию Тоже Идет Взаимообразный Обмен Вот Соответственно Энергии И У меня Очень многие Кто-то в детскую Вешает Кто-то Вешает В офис Кто-то Вешает Допустим Опять же В квартире Там у кого Любовные проблемы Вешает Над кроватью Вот То есть Такую картину Но есть Кстати еще Одна вещь Что Все-таки Каждый бизнес И каждое дело Развивается По мере Сознания Человека Вот есть люди У которых Есть определенный Потолок В этом случае Как бы Талисман Он дает Стабильность Он Дает Возможность Удерживать Ту позицию Но опять же Все-таки Я даю Какие-то Установки Обязательно Таким людям Которые Они должны Соблюдать То есть Ну Эффект Иконы Немножко Идет Да У меня Был Кстати Случай С иконой Очень Интересный Это Не моя Работа Это Работа Палехского Живописца В 2005 Году Я Кстати Обратила На это Внимание Я Зашла В иконную Лавку И Вдруг Я увидела Эту икону Это спас Нерукотворный Был Вот Нет Это спас В силах По-моему Был Да Нет Спас Нерукотворный Точно Вот И я Короче Увидела Икону Эту Хотя Я не повернута На христианстве Да И в принципе Я сейчас Родновер И я тебе скажу Что меня Эта икона Зацепила Вот Много Там икон Было Но вот Эта икона Прям Вот Все И я Стала Ходить К этой Иконе Понимаешь Вот я Вот как Постаю Около Нее Мне Потом Легче Становится Чего Человек Вложил В нее Я не знаю Но она Очень Действительно Вот она У меня Сейчас Дома Она Работает Но Самое Интересное Другое Я Дала Слово Что Я Придут Деньги А это Было Четыре с Плани Тысячи Это Был 2005 Год Это Большая Сумма Очень На тот Момент Времени И я Сказала Себе Дала Слово Мысли На иконе Что Я ее Куплю Ну и Короче Вдруг Неожиданно Мне дает Русский Стандарт Карточку Кредитную Я Думаю Мне надо Купить Компьютер Новый Самый Первый Компьютер Думаю Надо Купить Кровать Ребенку И еще Думаю У меня Остается Какая Сумма Вдруг Я Вспоминаю А это Божьей Матери В пятницу Представляешь Да Мне надо Купить Эту икону Представляешь Я Первое Что сделала Я сняла Деньги Поскакала В эту иконную Лавку Сняла Эту икону Мне Стали Заворачивать Даже Хотели Продать Дешевле А Говорит Я честно Сказала Что он Стоит Четыре С половиной Говорит Я уже Хотела Купить И Знаешь Когда В газету Стали Заворачивать Вот Знаешь Ощущение Было Как будто В иконной Икона Дома У меня Есть Такой Сплав Амулетная Амулетная Полка Я бы назвала Ее Полка Богов Там Все Египетские Боги Старославянские Есть Фигурок Нет Но Все равно Какие-то Есть И Соответственно Вот эта Икона У меня Тоже Есть Хотя Опять же Повторяю Я родновер И Для нашего Изотерического Направления Опять же Поклонение Идет Богу Тота Это Покровитель Карта Рода И богини Сехмет Которая Покровитель Целителей Магов И Соответственно Экстрасенсов По тем поверьям Поэтому В любом случае Вот эта икона Она дает Силу Такую И я тебе скажу Что Вот я сейчас Вот это Поймав Это ощущение Я Теперь В каждую Свою Картину Вкладываю Эту чистоту Потому что Я не рисую Картины Когда я устала Или плохо себя чувствую Я Выискиваю Время Когда я только могу Вот именно На картине Сосредоточиться Понимаешь Это тоже Очень важно Кстати Да Лен Ну Это Действительно Очень интересно Мы как бы Начали Общение По поводу Вольфа Мессинга Как-то вот так Плавно Плавно Перешли Совсем К другой теме И картинам И образам И то что Энергиям Которые Они в себе Несут И это тоже Очень интересно Давай Мы с тобой В следующий раз Да И передача Это у нас уже Как-то так Это незаметно Но она достаточно Серьезно Затянулась По сравнению С другими передачами Но тема Очень интересная Я хочу сказать И я не сомневаюсь О том Что наши Радиослушатели Которые сейчас Слушают И которые Будут видеть Нас В записи Им это будет интересно Дорогие друзья Я советую Вам Общаться С нами То есть Вы можете Нам задавать Вопросы Это Тройное WSangate Radio Все программы Записываются В YouTube Они выкладываются Эта программа Тоже будет Выложена В YouTube Даже сегодня Я уж постараюсь Настолько это было Интересно Все Ну и Там можно Задать вопросы И оставить Свои комментарии Дальше Facebook Facebook SunGates Radio Ну и Skype SunGates 108 Солнечный оборот На конце буква С по-английски Естественно SunGates 108 Мы на эту тему Поговорим Потому что У меня был Второй пример Уже нет времени Его озвучивать Я только Очень вкратце В Бразилии Мы познакомились С одной Очень тоже Известной Она тоже Гид Женщина Которая проживала На тот момент На территории Австрии Сейчас она проживает Русскоговорящая Знающая 7 или 8 языков Короче говоря Она художник И она пишет Картины Души То есть Там нет вообще Никакого сходства Но душа там есть И так как она видит Так она и пишет В основном Она работает с женщинами Поскольку душа Она как-то Женского рода Так получается Но тем не менее Я попросил ее Чтобы она написала Так Ну набросок Для меня Она сделала И она написала Там были какие-то Несколько моментов Которые Мне понравились Я так сказать Общался с людьми Которые Занимаются Входом В Акаши И Я Знаю Свои Как бы Прослые какие-то жизни И там Эти элементы присутствовали Она об этом Естественно Не знала То есть На какой территории Это происходило Какой страны И это древнее Естественно Все Там Это все смешалось Это очень интересно Мы давай с тобой Поговорим об этом В следующий раз Потому что Действительно Очень интересно И люди Которые тут присутствуют И люди Которые уже К сожалению Нет с нами рядом И те люди Которые сегодня Все таки есть Слава Богу У нас Так что Я Благодарю Лен Тебя Вот Мой партнер Уже я чувствую Присоединился ко мне Вот Благодарностью Ну и Опять же Наших радиослушателей Которые нас слушают Сейчас В данный момент И те Которые будут Нас смотреть В записи Всего доброго До свидания Я попрошу тебя Остаться Еще со мной Немножечко У меня есть вопрос Но это уже Вне эфира Будет Хорошо Пока Майкл Всего доброго До свидания Дорогие друзья До свидания До следующих встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok